Блин, промахнулся Опа, приближаемся к Эфировой башне Сейчас я туда поползу Вот она, красавица Сюда маленькая какая-то Вообще маленькая, серьезно, смотри Она реально маленькая Реально, блин, я думал, она там здоровенная Я просто в шоке Повернись, ебтый, с нас фото Нас фотографирует Реально маленькая Смотри, какашка какая-то, да? А Станкино выше, по-моему, нахуй По-моему, да Ну ладно, что делать Достопромечательность А может нам так кажется, это далека? Ты сказала, что ты поедешься Туда лица идет, так что, ребят А посмотри, какая очередь Если очередь на 3 часа, нахуй, никто не поедет Главное сейчас сигареты Главное сейчас сигареты, блядь Все остерной попут А-ля русские, точно Вот так вот под башню Что ты делаешь, зачем ты тут снимаешь Это же, ничего себе Какие это же первое достопромечательность получается Сразу уже люди будут знать, где можно спать, допустим Возле прям башни Потому что они считают, они захватывали Париж два раза А французы, Берлин один, они с русскими, нахуй Так что, блядь Поэтому они не любят Короче, и французы, они одинаковые везде Ну какая разница, одинаковая, она не одинаковая Она прикольная Да Она настоящая А подходишь, вроде бы, высокая Сувенирчики А теперь я немного расскажу вам об этом красивом сооружении Эйфелевая башня, символ Парижа Имеет непростую историю Сначала ее категорически не принимали Затем привыкли А теперь невозможно представить столицу Франции без этого удивительного сооружения Знаменитый символ Парижа, придающий городу знакомый всему миру вид Располагается на Марсовом поле Бывшем военном плацу, который превращен в красивый парк Он разделен на аллеи, украшенные небольшими водоемами и цветочными клумбами Напротив башни находится Енский мост Взящная ажурная конструкция видна со многих точек Парижа Хотя Эйфель изначально этого не планировал Башня должна была выполнить одну функцию Стать необычным входом на всемирную выставку Так, а здесь вот еще нельзя Нужно стоять до дня, чтобы куда попасть КОНЕЦ 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 Ну, зайдите, или нет? Ну, она не может спать? Всё, ты просто ногой положи, пока она не до сюда. Раза три, наверное, уже? Так, прошли мы, прошли металлоконтроль. Теперь идём за билетом. Я не пойду туда. Нет, пешком не пойдём. Поедем на лифте. В 1889 году в столице Франции должна была состояться Всемирная выставка. Это событие имело огромное значение для страны. Оно было приурочено к столетию со дня взятия Бастилии и должно было продолжаться в течение шести месяцев. Одна из задач выставки – демонстрация технических новинок, поэтому создатели павильонов соревновались, чей проект будет более всего отражать будущее. Входом на выставку должна была служить арка. Архитекторам дали задание подготовить проект сооружения, которое будет демонстрировать техническую мощь страны и достижения инженерной мысли. Предложение об участии в конкурсе от парижской администрации поступило во все инженерные и конструктивные бюро города, в том числе и к Гюстрову Эйфелю. У него не было готовых решений, и он решил поискать что-нибудь подходящее в проектах, которые были отложены. Там-то он и нашел эскиз башни, созданный Марисом Кешленом, его сотрудником. С помощью Эмиля Нугье проект сооружения был доработан и представлен на конкурс Эйфелин. Предусмотренный инженер сначала получил совместно с создателями проекта патент на него, а потом выкупил его у Кешлена и Нугье. Предусмотренный инженер сначала получил совместно с создателями проекта патент на него, а потом выкупил его у Кешлена и Нугье. Таким образом, исключительное право владения на чертежи башни перешло к Гюстрову Эйфелю. На конкурс было предложено много интересных и неоднозначных проектов, и история Эйфелевой башни могла так и не начаться. Инженер внес в конструкцию изменения, чтобы придать ей большую декоративность, и из четырех оставшихся в конце конкурса претендентов комиссия выбрала его. Так, поехали. Поехали. Мы начинаем ворачиваться. Тут что-то мог, видишь. Не, на нем не страшно. Ну как сказать, я уже вижу, на сколько он будет. Это рекордный. Торсу-таланта. Я бы пошла на рекорд. Все, это первое. И вот, я не знаю, как. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Сколько метров эльфовая башня имела в высоту сначала? Это вопрос. Она составляла 300 метров и была намного больше поражающей воображение своими размерами статуи свободы. Статуя свободы где-то 93 метра. А сколько метров эльфовая башня в высоту имеет сейчас? После установки новой антенны она стала на 24 метра выше. Общий вес башни составляет 10 тысяч тонн. С каждой покраской вес здания увеличивается еще на 60 тонн. То есть ни хрена себе 60 тонн краски. Под огору, который был заключен Сейфелем, башню должны были демонтировать через 20 лет после возведения. Успех ее был оглушительным. За время работы выставки более 2 миллионов человек захотели посмотреть на гениальное сооружение, не имевшее равных в мире. За год удалось окупить большую часть расходов на строительство. На восхищение посетителей выставки не разделяла творческая интеллигенция Парижа. Эйфелева башня Франции не знала более противоречного мнения о каком-либо другом сооружении. Вызывала возмущение и раздражение у художников и писателей. Они, в общем, считали ее уродливой, похожей на фабричную трубу, и опасались, что она нарушит уникальный облик Парижа, складывающийся столетиями. Такая вот фигня. А что там, правда? Там стекло? Нет, там стекла. Там такая бордюриная, ты можешь туда выложить. А что, пока? Да что, решетки есть. Нормально. Не страшно. Редактория А теперь особенности ее конструкции. Нижний этаж сооружения представляет собой пирамиду. Она образована четырьмя наклонными опорами, на них покоится первая квадратная, 65 метров поперечники, платформа башни. Опоры соединены арочными ажурными сводами. Выше на четырех опорах лежит вторая платформа. Следующие четыре колонны башни начинают переплетаться и соединяются в огромную колонну. На ней находится третья платформа. Выше ее расположен маяк и небольшая площадка, чуть больше метра в поперечнике. На первой площадке по задумке архитектора располагался ресторан, на второй находились еще один ресторан и емкости с машинным маслом для обслуживания лифтов. Третья площадка была отдана под лаборатории, астрономическую и метеорологическую. За необычную форму башни в свое время Эйфель был раскритикован. На самом деле гениальный инженер и архитектор прекрасно понимал, что для того высокого строения главную опасность представляет сильный ветер. Конструкция и форма башни призваны выдерживать большие ветровые нагрузки. Даже сам Адольф Гитлер во время оккупации Франции немецкими войсками побывал в Париже и изъявил желание подняться на Эйфельвую башню. Но прямо перед его приездом привод лифта был серьезно поврежден. Очинить его в военных условиях не представлялось возможным. Лидер Германии так и не смог подняться на башню. После освобождения столицы Франции лифт заработал через несколько часов. Во, вот тебе нормально. Пойду я позову наверху. Мы если что, снизу стоим. А где снизу? Где заходи, на поле. А, понял, хорошо, я там встретимся тогда. Так, что здесь, можно купить шампанское. Вообще круто, да. Туман, конечно, очень плохо видно. Высота, конечно, просто... Объединенная. Ничего такая решеточка не хочет. Все в щетках. Прости. Так, ну наобъем снизу. В общем, это самый верх башни Добрались? Так что, наверное, будем валить на низ Красота, да? Вообще просто! Бомба! Что, можно сюда, да? Так, ребята, все! Никто не наклал Тебе надо на почву сюда? Да, да, на самом деле Архитектор Эйфелевой башни был очень озабочен вопросами безопасности, поскольку работа велась на очень большой высоте. За всю историю строительства ни один из рабочих не погиб. Это настоящее достижение для тех лет. С Эйфелевой башней связаны неприятные события. В 2009 году ей присудили третье место по популярности у самоубийц. Для того, чтобы прикрасить башну, понадобится полтора года работы и 60 тонн краски. В день башня употребляет столько же электроэнергии, как небольшая деревня в 100 домов. Знаменитый символ Парижа имеет собственный запатентованный цвет – коричневый эйфелевый. Он максимально приближен к настоящему бронзовому оттенку конструкции сооружения. В мире существует более 300 копий знаменитой башни. Несколько из них находятся на территории России – в Москве, Красноярске, Перми, Воронеже и Иркутске. Знаменитое сооружение не раз становилось объектом интереса художников, поэтов, писателей, режиссеров. История Эйфелевой башни зафиксирована в документальных источниках, а ее возможное будущее не раз было показано в апокалиптических лентах. Один из наиболее интересных фильмов – документальная лента «Будущее планеты». Жизнь после людей. В ней показано, что без обслуживания эйфелевая башня долго не сможет противостоять своим главным врагам – ржавчине и ветру. Примерно через 150-300 лет ее верхняя часть на уровне третьей платформы разрушится и упадет. Но чаще всего эйфелевую башню можно увидеть на полотнах художников. Жан Берро, известный своими жанровыми работами, изображающими повседневную жизнь Парижа, создал картину около эйфелевой башни, на которой парижанка с удивлением рассматривает огромное сооружение. Очень много работ творению эйфеля посвятил Марк Шагал. Одной из самых узнаваемых построек мира является эйфелевая башня Франции. По праву гордиться этим удивительным символом Парижа. Вид, который открывается с вершины башни на город, просто великолепен. Полюбоваться им можно в любой день. Гениальное творение Гюстрова Эйфеля открыто для посетителей и выходные дни. Режим работы эйфелевой башни с 9.30 до 23.00. Стоимость билета. Вход на подъемник до второго этажа. Взрослые 11 евро. 12-14 лет 8,5 евро. Дети и инвалиды 4 евро. До вершины взрослые. То есть до самого верха 17 евро. Дети 12-14 лет 14,5 евро. Дети и инвалиды 8 евро. Чтобы подняться по лестнице до второго этажа, взрослые платят 7 евро. Дети 12-14 лет 5 евро. Ну и дети и инвалиды 3 евро. Только как там подниматься? Поднимаемся. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok